приветствую вас дорогие друзья вы как всегда на канале в гостях у елены и наша деревенская жизнь с нуля дорогие друзья с этой корзиночки начала потому что наверно многие ждут весны хотя зима в этом году прекрасная не хочется даже чтобы она уходила вот такие зимы не надоедают очень уж мне нравится вот эта тыква я просто ее обожаю она очень длинная вот смотрите еще длиннее было она во какая была до локтя с мою руку хороший сорт он такой прямо кожица вот здесь красно-розовые сладкая тыковка очень и вот замочила я на ночь ты помыла их и замочила еще в воде чтоб они хорошенечко промыли сейчас вот это вот солью грязь всю мне очень понравились из магазина маяк я не знаю светофори тоже были писали мне но я там не покупала но в маяке очень чистый набор просто чистейшие сами видите я вам уже показывала это новый магазин наподобие маяка светофора маяк и вот эти вот штуки тоже мне очень понравились батончики месли клюква вишня мед там еще какие-то были но я повторюсь что девушка говорил что вот эти и понравились ну и я взяла и капусту приготовила сегодня будет очень вкусная тушеная капуста с копченными гребрышками это любимый рецепт мой извините и буду варить компот отем очень любит компот и капусту любит в общем вот такие дела сегодня там все в порядке у меня красота из окна я хоть и готовлю за цветами смотрю за своей пряжей и плюс еще на улицу смотрю и вон 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 у меня храм здесь если полностью открыть занавеску то все это видно а когда колокольный звон начинается это просто одно удовольствие это просто закашляла такое успокоение так хорошо так здорово друзья вообще просто слов нет вот мой стол и я все тут все то есть все то что мне приносит удовольствие есть все то что меня радует а вы знаете радость она вся из мелочей вот потому что каждый человек испытывает все это на себе что-нибудь приобретает радуется да а мы женщины прибрались корзиночку поставить цветами шторки повесили радуемся приготовили блюдо попробовали вкусно радуемся да у мужчин своей радости так что вот такие дела ну что ж я сейчас позавтракаю и постепенно буду с вами общаться повторюсь если не записала если записала то хорошо что вы можете замочить с вечером таким образом сухофрукты будут мягенькие их не нужно будет долго кипятить то есть весь концентрат он вам отдаст сначала я их мою тщательно и на ночь заливаю водичкой утром вот вы видели показала в каком состоянии они мягенькие и прямо даже вот эта водичка она прямо уже на компот похоже чистенькая и прям с ней сюда выливаете доливайте еще воды сколько вам нужно и как вскипит три минуты уже сказала не больше затем накрываю и прямо здесь даю компот отстоится хорошенечко и здесь он охладиться я всегда так делаю и он настаивается хорошо вот так поделилась и с этим с вами ну что ж компотик готов ай настоялся красота вот такой вот он получается посмотрите какой насыщенный получается но это потом когда в стакан налью тогда видно но вы уже видите какой темный получается насыщенный я люблю чтоб он был насыщенный компот чтобы побольше было фруктов вот это очень важно здесь вот видите еще виноградик есть эти косточки винограда вот в этой смеси так много всего хорошего есть даже косточки винограда изюм изюм это и есть виноград очень вкусный ароматный сладость я сразу не слащу сладость мы добавляем каждый себе как хочет артем любит сладкий я люблю с кислинкой я не люблю много сахара я вообще пью и чаи без сахара и кофе без сахара поэтому мне врач всегда говорит что нужно пить хотя бы чуть-чуть сладенький крепкий чай чтобы давление было хорошее потому что у меня пониженное давление вот а артем любит сладкий значит вот эти ягоды я не люблю их кушать редкий случай когда я могу кушать а знаете когда я люблю кушать когда свежие например сорвалось дерево персики или абрикосы или вишни сварила я ну компот и ягоды я могу кушать вот в сушеном виде я ягоды не кушаю я просто даю настояться как я уже сказал даже вот он остынет здесь вот так вот накрою и все и пусть он остывает на теплом на теплой плите и он настолько настоится здорово что такой будет крепкий вкусный весь вкус оттуда возьмет все что здесь есть я процеживаю через сито и вот эту вот мезгу я убираю компостную кучу то есть и нам хорошо и червячками земельки так ну что ж дорогие друзья смотрите какая мне там вкуснятина готовится вот такая вкуснятина обязательно смотрите это видео рецепт бомбический так ну и что ж вот я и процедила видите как вам показывала говорила вот смотрите какой концентрированный получается компот во первых кипятить долго нельзя что мы имеем да я хочу выход сказать вам вот чтобы вкус был вот этот насыщенный во вторых он очень чистый концентрированный понимаете не надо ничего там еще придумывать только замочить с вечера промыть хорошо и замочить фрукты все и за ночь они вам вот этот концентрат весь отдают в водичку это тот случай когда вы клубничку на ночь засыпаете сахаром и оставляете для того чтобы на следующий день сварить варенье так и здесь вот это вся вкуснятина можете и сахаром обсыпать но я не вижу здесь что это нужно это для клубники только можно и сюда я уже добавляю на чищенные дольки яблоко это во первых красиво и вкусно смотрите красота яблок голден делишен вкуснятина яблоки вот сюда я добавила еще ложку меда если вы желаете то можете добавить сюда сахар здесь вот если немножечко еще процедиться то можете вылить туда вот смотрите какая вкуснятина здесь остается что хочу сказать вы можете вот смотрите если так убрать косточку остается вот такая мякоть да кто хочет может кушать друзья пожалуйста безусловно кто хочет может кушать но что делаю я иногда пропускаю убираю косточки пропускаю перирую это и могу сделать пирог пожалуйста дорогие друзья это будет очень вкусно ничего кстати а раньше ничего не вы как не выбрасывали девочки помните раньше вообще не был такой сейчас просто все прямо богатыми стали все покупает и выкидывает а раньше вот это все тоже использовали даже можно не обязательно пюрировать просто аккуратненько мелко мелко порубить и использовать на пирог здесь ведь чего только нет девочки и вишня и черешня и виноград и груша вот смотрите груша вот запах вкуснейший абрикосы туда же дольки перчика было перчика персика вкуснятина вообще смотрите какой чернослив все здесь есть виноград вот пожалуйста все 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 так что столько выгода я вам сейчас рассказала правда размешиваем хорошенечко и пусть он остывает будем пить все вот вам витамины не надо ничего покупать никакие соки вот даст если есть хороший год то можно самим насушить у нас плохой год был урожая у меня закончились меня были яблоки сушеные она показывала замороженного много было все уже посъедала чуть-чуть осталось смородины по моему и клуб и этой как крыжовника все больше ничего вот на следующий год я даже выключила лайк я вам показывала говорила что он нам не нужен на следующий год уже будет хороший урожай и зима хорошая значит и урожай будет хороший вот такие дела и все я заморожу опять свой лайк включил ну что ж дорогие друзья хочу еще в этом видео показать вам как я делаю салатик я их каждый раз показываю вам они разные дорогие друзья вроде как бы капу из капусты но в то же время ингредиенты бывают разными это очень вкусно между прочим вы можете сами тоже варьировать и придумывать что здесь у меня значит здесь у меня капуста белокочанная лук порей вот это вот у меня соломкой вот такой длинной нарезана я вот здесь вот натерла вот показываю вам вот в этой терке я ее обожаю это у меня сельдерей черешковый прямо в длину потом видите запах стоит и морковь значит лук порей морковь сельдерей черешковый и капуста всего это мы вместе вот сюда вот так собираем в одну емкость салатник какой-то любую емкость так что мы сюда добавляем еще добавляем мы сюда еще соль обязательно нужно посолить вы по вкусу своему я по своему вкусу добавляю соль чуть-чуть сахарку можно и нужно потому что мы с вами сейчас будем добавлять сюда лимон вот он лимонный сок с половиной лимона я на глаз делаю девочки на глаз поэтому я знаете отдельно желательно отдельно в миске взбить лимон сахар и оливковое масло или любое то масло которое вы будете добавлять но девочки я иногда добавляю когда я вот-вот сейчас прямо сразу кушать не буду я добавляю прям вот сюда все и здесь я размешаю и дождусь результата значит добавляем сюда еще вот баночку если я делаю меньше значит половина баночки горошка значит что сюда еще можно добавить друзья можно добавить колбаску копченую но я настолько люблю просто нет слов с копченой колбаской ну просто обожаю ну вот никуда не делась обожаю с копченой колбасой но у меня сейчас ее нету еще этот салат делаю вот сейчас сюда вот именно все ингредиенты очень подходят вот сюда можно добавить и нужно грибы маринованные грибы это такая вкуснятина желательно что больше тарелка было видите чтобы хорошенечко было можно было размешать можно руками и меня руки чистые потому что здесь капуста и она очень сложно размешивается да вот так вот таким вот образом запах стоит сожалею что не купила грибы ездили пятерочку была мысль купить и так и не купила ничего страшного я и так поем этот салат он и так дорогие друзья вкуснятина и без этого каждый раз что-то сюда добавляю но здесь такая вкуснятина как сельдерей ой прелесть морковка это самая-самая вкусная сочетание у меня сельдерей с капустой это просто прелесть что еще значит сюда конечно же масло масло можно добавить это у меня о такой есть элитное это краснодарское масло с запахом можно добавить сюда оливковое масло вот у меня есть оливковом масло оливковое масло первого отжима. И вот сейчас как раз-таки я сюда буду его добавлять. Видите, оно такое вот насыщенное, зеленое такое, вот так вот, не жалея. Ой, вкусно! Очень вкусно! И если у вас нет лимона, вы в качестве такого окислителя можете сюда добавить и даже нужно добавить обязательно любого винного уксуса. Именно винного, фруктового уксуса. Друзья, это такая вкуснятина! У меня вот фруктовый уксус закончился, надо будет купить. Эти все уксусы продаются в Глобусе, в Ашане есть, были во всяком случае. Вот так вот все размешиваем. Все аккуратненько размешаю я сейчас и вот так вот набью его и накрою. И пусть стоит. Конечно же, пробуйте на вкус, чтобы была и соль, и сахар. Сюда, конечно, можно добавить укроп, петрушечку, вот это все безусловно. Я сегодня ничего не хочу добавлять. Вот так поем. Были бы грибы, была бы очень рада. Что сюда еще можно добавить? Я сейчас добавлю кунжут. Можно добавить любые орешки. Это будет у вас питательно и заодно и витамины, и все в кучу. Ну что ж, дорогие друзья, я, наверное, уже закончу это видео, потому что уже поздно. Время уже летит, и видео будет очень долгим. И пока увидела эти хлебцы, потому что я буду с ними кушать, спрашивали, задавали вопрос, что где они продаются, сколько бы раз Лена не показывала, я не вижу в магазине. Да. Девочки, они стоят, преспокойненько ждут вас на полочках, где конфеты, печенья. Вот, вафельки. Вон там. Как заходите. А, я хотела сказать, как заходите. Но это если кто живет у нас, куда мы ездим, в Рузу. Я подумала, что надо сказать. Ну, кто в Рузе, то заходите сразу налево, эта полочка. Вот. Хотя в Рузе не один магазин, да. Так. Ну все, дорогие друзья. Буду сейчас вот это все утрамбовывать, накрывать крышечкой. И пока туда-сюда, минут пять. У меня она все пропитается, эта масса. Этот славненький, сладенький салатик. Я буду кушать. Всех благ вам, мира, любви, счастья, добра. Пусть всегда присутствует в вашем доме тепло, вот, радость и счастье. Все, что есть на белом свете из этой серии, все к вашим ногам, дорогие друзья. Ну, а вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены и мои деревенские будни. Деревенская жизнь с нуля. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok